Ромашковое поле Ромашковое поле Это я поняла из собственного опыта Теперь подберем пряжу Для вязания я использовала Самый обычный тулип Метраж его в 50 граммах 250 метров Еще у меня есть Тончайший испанский хлопок Длиной 3500 метров 100 грамм Я предлагаю вам вместо этого хлопка Добавить обычную катушечную нитку Номер 40 Или же вполне подойдет хлопок фабрики Ярослав в 100 граммах 350 метров. Это натуральный хлопок. Крючок номер 1,75 или 2 мм. Я буду вязать декером, но вы не обращайте внимания, вяжите крючком. Приятного всем просмотра! Не забывайте подписываться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наиболее интересное. Для начала набираем 7 воздушных петель и замыкаем их в кольцо. Ромашка состоит из двух рядов. В начале первого ряда мы вяжем 6 воздушных петель. 4 петли это имитация столбика с двумя накидами и 2 петли промежуточных. Затем в наше кольцо мы провязываем 2 патентных столбика с одним накидом. Напоминаю, как вязать патентный столбик. Накид на крючок. Крючок вводим в кольцо, захватываем нитку. Затем провязываем 1 петлю. Затем провязываем накид. И заканчиваем наш столбик. Еще один патентный столбик в кольцо. После двух столбиков у нас идут 2 воздушных петли. Далее вяжем 2 столбика и 2 воздушных петли. Всего 7 раз. В конце ряда мы провязываем 1 столбик. И присоединяемся к 4 петле, которая являлась у нас имитацией столбика с двумя накидами. Во втором ряду мы вяжем 8 лепестков без промежуточных петель. Смотрите внимательно. 4 воздушных петли. Затем вяжем 2 столбика с двумя накидами в дужку. Первый столбик. Второй столбик. После этого мы провязываем 4 воздушных петли. И соединительным столбиком прикрепляемся к столбику нижнего ряда. Вернее, к его вершине. Вводим крючок, захватываем нитку и вводим соединительным столбиком. Затем провяжем еще один соединительный столбик. И повторим наш лепесток. Вот как выглядит этот лепесток. Продолжаем. 4 воздушных петли. 2 столбика в промежуточную дужку. Столбики с двумя накидами. И еще 4 воздушных петли. Не забудьте важный, самый важный момент. Здесь это соединительные столбики. Первый столбик и второй столбик. В самом конце второго ряда вместо 4 воздушных петель мы провязываем столбик с двумя накидами. Чтобы очутиться на вершине. И начинаем вязать третий ряд. Третий ряд у нас состоит из дужек. Дужки из 6 воздушных петель. Здесь тоже не все так просто. Смотрите внимательно. 6 воздушных петель. 5-6. Затем 1 столбик в вершину столбика нижнего ряда. В вершину первого столбика нижнего ряда. Провязали. Затем вяжем 6 воздушных петель. То есть следующая наша дужка. И еще 1 столбик в вершину второго столбика нижнего ряда. Вот так это выглядит. Продолжаем вязать до конца ряда. 1 столбик в вершину. В этом распределительном третьем ряду у нас должно получиться 16 дужек. Запомните. Этот важный момент. 16. Последнюю дужку вяжем в виде имитации. 3 воздушных петли. И столбик с двумя накидами в начало ряда. Провязав таким образом, мы сымитировали дужку из 6 воздушных петель. 4 и 5 ряд мы вяжем так же, как и 3, но в дужках провязываем по 7 воздушных петель. 7 воздушных петель. 4, 5, 6, 7. Вяжем столбик без накида в середину дужки. Под дужку вяжем. Не в петлю, под дужку. Столбик без накида. Затем 7 воздушных петель. Следующий столбик без накида в следующую дужку. И продолжаем вязать до конца ряда. Провязываем 4 и 5 ряд. Шестой заключительный ряд. Раппорт узора начинается с 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Затем 2 столбика с двумя накидами в дужку нижнего ряда. Провязываем первый столбик. И второй столбик. После этого мы вяжем 7 воздушных петель. 5, 6, 7. И еще 2 столбика с двумя накидами в ту же дужку нижнего ряда. В результате у нас получилась такая своеобразная птичка. Вот, посмотрите, что должно получиться. После этого мы вяжем 7 воздушных петель. Присоединяемся столбиком без накида. И еще 2 таких же дужки по 7 воздушных петель. Это конец раппорта. Первая дужка. И вторая дужка. После этого нам нужно повторить наши раппорты и довязать до конца ряд. В шестом ряду у нас получится 4 вот таких птички угловых. Продолжаем вязать. Провязав самый первый фрагмент, остальные мы будем вязать и соединять в мотив. У меня в каждом мотиве получилось по 10 цветков. Величина каждого квадратика у меня 11 сантиметров. Это платье или тунику можно приталить, провязав не 3 ряда дужек, а 2. Поняли, надеюсь. Теперь присоединяем один фрагмент к другому. Как это сделать? Вот наше вязание. Мы провязываем вначале 7 воздушных петель. Далее вяжем 2 столбика с 2 накидами в дужку. Затем провязываем 3 воздушных петли. Берем уже готовый квадратик. Вот наш готовый квадратик. И вводим крючок под угловую дужку между столбиками с 2 накидами. Вот наша дужка угловая. Мы вводим крючок под дужку и провязываем столбик без накида. Затем вяжем 3 воздушных петли и 2 столбика с 2 накидами в дужку нашего цветка. То есть заканчиваем нашу птичку. Провязали. Теперь посмотрим. Вот мы сделали присоединение в правом углу. Далее мы вяжем 3 воздушных петли. Столбик без накида под дужку готового цветка. И еще 3 воздушных петли. И столбик без накида в дужку нижнего ряда. Надеюсь, вы поняли этот алгоритм. 3 воздушных петли это начало дужки. Затем столбик без накида это ее середина. И еще 3 воздушных петли это окончание дужки. То есть вот мы сымитировали дужку, присоединившись таким образом к уже готовому фрагменту. Повторяем то же самое еще 4 раза. Смотрите. Вот мы первый раз присоединились. Второй раз. Третий, четвертый. Продолжаем. Как вы заметили, мы подошли к левому уголку нашего квадратика. Вот мы сделали наше присоединение. Присоединились 4 раза дужками. Теперь точно так же, как и справа, вяжем 3 воздушных петли. Затем 2 столбика с двумя накидами. 1, 2, 3 воздушных петли. И теперь, показывая очень медленно, чтобы вы поняли, вводим крючок под дужку, уже готового углового фрагмента. Вот, ввели нитку, захватываем и провязываем столбик без накида. Далее, вяжем 3 воздушных петли и 2 столбика с двумя накидами в дужку нижнего ряда. Заканчиваем птичку. Все. Мы присоединились к уже готовому фрагменту. Посмотрите на наше присоединение. Далее мы продолжаем вязать до конца ряда. 7 воздушных петель, затем еще 3 дужки из 7 воздушных петель и птичка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Продолжаем вязать. Последний, десятый цветок я присоединила дважды. Сначала только что связанному фрагменту, справа. Затем провязала узор с открытой стороны. Вот, смотрите. Затем присоединила еще раз уже слева. И довязала ряд до конца. И в результате этого образовался круговой мотив из 10 фрагментов. К уже готовому полотну, один за одним, будем прикреплять вновь связанные фрагменты. Начнем с самого первого. Как и до этого, провязав 5 рядов узора, в шестом ряду выполним присоединение одной из четырех сторон. Справа налево. Сначала вяжем 7 воздушных петель. Вот, смотрите. Затем 2 столбика с двумя накидами в дужку нижнего ряда. Затем 3 воздушных петли. И столбик без накида вместо соединения фрагментов. Вот, посмотрите. Вот здесь мы соединяли наши фрагменты. Крючок вводим под дужку соединительную. Вернее, не дужку, а под столбик соединительный. И провязываем столбик без накида. Затем еще 3 воздушных петли. И 2 столбика в дужку нижнего ряда. Провязали. Далее повторяем уже знакомые нам моменты. 3 воздушных петли. Столбик без накида под дужку. 3 воздушных петли. 3 воздушных петли. Не считая последнего. Мы присоединим с двух угловых сторон. Вот с этой стороны. И с этой. Показываю, как это сделать. Сначала я соединила правую сторону. Затем, подойдя к угловому соединению. Мы вяжем 3 воздушных петли. 2 столбика с двумя накидами в дужку нижнего ряда. Все как обычно. Затем, смотрите. 3 воздушных петли. И вводим крючок под столбик. Там, где у нас тройное соединение. Под у нас 1, 2, 3. Сюда мы вводим крючок и провязываем столбик без накида. Еще 3 воздушных петли и 2 столбика с двумя накидами в ту же дужку основания. А затем мы продолжим вязание, соединяя еще одну грань квадрата. Повторяем все то, что мы делали ранее. 3 воздушных петли, столбик без накида в дужку готового фрагмента, 3 воздушных петли, еще один столбик в дужку нашего фрагмента и так далее. И когда мы дойдем до угла, когда мы присоединимся вот в этом углу, нам останется довязать до конца шестой ряд. Продолжаем вязать. Связав 9 фрагментов, в 10 мы соединяем 3 стороны квадрата. Вот эту сторону, эту и эту. Два угловых соединения. Я думаю, что этот момент нет смысла показывать. И так все понятно. Спасибо, друзья, что вы оставались со мной на канале. И теперь подведем итоги. Вы поняли, что туника вяжется из отдельных фрагментов, которые соединяются в процессе вязания. Низ туники можно обвязать такими вот фистонами. До проймы я вязала 5 круговых мотивов. Затем в еще двух мотивах боковые фрагменты я не соединяла и образовались проймы. Вверху ввязала по одному фрагменту слева и справа на плечах, соединив вперед и спинку. Если есть необходимость отснять отдельное видео, напишите об этом в комментариях. На прощание хочу пожелать всем удачи во всех ваших проектах. Ровных и легких петелек. До новых встреч на моем канале.